Давайте начнём с того, что люди в нашей области заключают. Это самый главный показатель качества жизни. Может, кто-то угодно говорит сладко, но от этого легче не будет. В социально-технологическом работе число населения кладает на 10 тысяч ежегодно. До 24-х годов это 60 тысяч. А по факту вообще заключают нам больше и лучше специалистов и молодёжь. И основная причина у нас нет работы. А если анализ на низ наплачиваемый уровень среди заработной платы и реальность для большинства людей, он колоссально отличается. Хорошо живёт только узкая группа населения, а основная масса живёт плохо. Но с поближе не колоссальная цифра в 10 миллиардов рублей на неработочное население а согласно статистике число занятых рабочих мест включает почти 150 тысяч человек. А экономические оценки населения не любого. Это значит, что порядка 300 тысяч у нас не имеет официальной работки. Мы уже про это неоднократно говорили. Решать эту проблему можно разными документами, в том числе и бюджетными. Но в бюджете эти документы заложены недостаточно. А те, которые заложены, они походу не работают. Потому что они осваиваются через подведомственные организации и их помогут просто осваивать. Говорят, если делать одно и то же, то нам рядом может рассчитывать на другой результат. А у нас структура бюджета, она в принципе по отношению к ВРП не теряется, кто такой. У нас проблема с жильём. Напомню, только 1% возрождающихся в социальном жилье обеспечивается это право. Дети-сироты, инвалиды получают жильё только по судьбам. Для молодых семей у нас снижение 2-й год погляд по отношению к прошлым периодам в 3 раза. А на следующий год у нас ещё сокращается в ПСИТе в программе стимулирования различных личностей. У нас проблемы с ремонтами, с аварийными помещениями, в том числе образовательной сфере, культурой. Недавняя та же проблема с 24-й школой. Насколько по линии министерства, это исходя из включения счёта и палаты, 71 объект находится в аварийном состоянии в 1-м 3-мой. А там у нас находятся дети. У нас сельскохозяйственный регион, и мы могли бы производить продукцию и реализовывать его в том числе в других регионах и в их областях. Но у нас поддержка сельскохозяйственной жертвы на 266 миллионов. А наше предложение скорректировать в том числе поддержку на сельскохозяйственных производителей, то есть в части продукции, производства продукции. Восстановление закон о том, как в системе опыта потребных операций, средства свободного пилистического центра, они вообще не дарят. У нас колоссальная проблема с экологией, с накопленными отходами. Я недавно только приводила пример по оброшенному бездонному сохранению в шлеме содержащих отходов в районе Леноморка. Но на наш вопрос, почему мы не получаем федеральные деньги, не участвуют в федеральной программе создания системы обращения с отходов, ответ в том, что наша программа реализуется за счет негатив жилых средств. То есть нам федеральные деньги не нужны, и мы будем делать это за счет населения. У нас колоссальная проблема с здравоохранением. Люди не могут попасть в врача, вынуждены записываться на прием за несколько недель. У Зубуки эта проблема вообще рычащая. А если учесть, что у нас полностью разрушен с этим муниципальным массажирским транспортом, поддержки у него достаточно нет, то люди из-за того, что вообще не могут попасть в врача. У нас в проблемах у ФАБУ нет специалистов, и в больнице есть в лапах специалистов. А в 2-м году мы не можем принять закон, как компенсация расходов в врачах, заставляя в драмы предоходить сюда. У нас в санитарах не осталось в больнице, и люди выражены понимать седелы. Для ухода за больными родственниками. Буквально вот на меня по мне обратилась женщина, в связи с тем, что ее мать не коварит в больницу, а у нее острый контракт и делал ей капельницу на сутки, потому что мест в палате не было, и придуривались в его занятии. Зато у нас министр принуждает людей покупать вакцины. Наши вакцины с годом в год по ремонту его с вопросом насирования массового схода. Хотя данная задача состоится в драмуру, и именно это повышает качество жизни, в том числе здоровье, улучшает население. У нас массово занимаются меню футболом, мы уже говорили по 10 лет, но как мы решились вопросы на строительном центре. У нас массово занимаются лыжи, спорт. И это и спорт, и семейный опыт. У нас нет достойной оборудованной лыжной структуры, в городе Алимпу. Зато мы по-моему гостевого, в городе Алимпу. У нас, мы считаем, очень низкая, в ГПД от бюджетных вложений. На 127 объектов, беззавершенного строительства, на которых уже потрачено 6 миллиардов рублей. А финансировано, на следующий год, было только 32. Т.е. колоссальные суммы были потрачены в кусту. Например, вот тот же пример, с гостиницей «Хлопом», у которого потрачено 250 миллиардов рублей. И в наш год нам говорили, что на ее ведут к эксплуатации. Аналогичная ситуация, насколько в смысле психиатрической больницы. 800 миллиардов рублей выкладывали в банк «Харинбург». Какая отдача? У нас даже дивиденды на следующий год падают в два раза по минимальной. В аптечный центр, когда мы вкладывали колоссальные средства и средства из года в год. А теперь на следующий год мы выходим приватизировать за 4 миллиарда. Какая отдача корпорации развития Ренбургской области? Где заявленные проекты? У нас в базу президента поставлена цель повысить дырку экономического роста. Но при таком КПД мы считаем это сделать невозможно. За счет чего вообще мы планируем развивать экономику, если в Ренбургской области не является приоритетностью проекта в направлении малосредственного понимания и поддержки индивидуального, принимая специативы, если не решается вопрос промышленной политики. О каком современном развитии можно говорить если программа цифровая экономика возглавляет приоритеты для ренбургской области? Если наши объемы участвуют максимально в федеральной программе? Если у нас позволение, то же этот средств заводится исключительно подпотребностями и организацией. Визрусу нужны в том числе заказы. Они меняют минимальный копеечный грант, за который потом просто не заморкнулись. В целом надо отметить, что ракурс бюджет это один сплошный хвост. В принципе, как можно принимать бюджет, расходы, в которой 99% инвестируют программные мероприятия, при этом 23 программы из 25 не бюджет. Поэтому мы не можем подпишить. Продолжение следует...